МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экспериментальную установку для защиты пернатых от лэб. Футболисты и матрешки Самару украшают декоративными фигурами. Это по-нашему. Самарец придумал настольную игру на основе истории города. Три золота, два серебра. Самарские гребцы вернулись с наградами с чемпионата России. Пазл сложился. На стадионе Самара-арена установили заключительный элемент купола. Многотонная конструкция из металлических блоков состоит из 32 консолей и является уникальной. Такой нет ни на одной спортивной арене в стране. Строительство всего стадиона идет по графику. Продолжается нанесение антикоррозийного состава и покраска купола. За работой наблюдала наша съемочная группа. Окончание большого этапа идет установка последнего блока купола. Всего на крыжу стадиона установили 96 таких блоков. Строительство вступает в новую фазу. Последние 66 тонн. Полушутя приговаривают строители, устанавливая заключительный блок. Словно огромную мозаику, купол сложили из 32 металлических многокомпонентных консолей. И хоть вес каждой сотни тонн, работа эта ювелирная. Объем всей крыши, как 10 футбольных полей. Стадион сам по себе очень такой объемный, является сооружением уникальным. В частности, наша крыша, которая на этом стадионе, она выполнена из больших диаметров труб, требует больших усилий по сварке, значит, определенных технологических переделов. Впереди новый этап – раскружаливание. Весь август строители будут убирать временные опоры, а не желтого цвета, и вводить в эксплуатацию уже построенные элементы. Купол будет держать себя сам. Работа кипит во всех уголках стадиона. Продолжается покраска металлоконструкции и нанесение антикоразийного покрытия. Внутри арены ведутся отделочные работы. Укладывают плитку, штукатурят стены. Рабочие прокладывают коммуникации, устанавливают систему отопления, электроснабжения и вентиляции. Почти завершен монтаж внутренних и наружных витражей. Установлена большая часть дверей. На стройке трудится больше двух тысяч человек. Многие уже строили крупные спортивные объекты в других городах. Признаются, стадион в Самаре уникальный. Он может использоваться не только как спортивный стадион, но и как выставочный центр. Здесь возможно проведение спортивных мероприятий по совершенно различным другим видам спорта. То есть его основное отличие – это универсальность. Территорию вокруг стадиона тоже приводят в порядок. Расчищают от строительного мусора, выравнивают поверхность, у входов уложили асфальт. Также к сентябрю планируется подготовить поле для устройства газона. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Есть вероятность не уехать. Именно так предупреждают тех, кто прибывает полюбоваться волжскими красотами в Ширяево. Путешествие по Волге в разгаре. Каждый день Самарское речное пассажирское предприятие перевозит по воде до 8 тысяч человек. И в два раза больше в выходные. И именно в субботу и воскресенье люди сталкиваются с проблемой, что мест для всех желающих не хватает. В чем причина и что делать, чтобы не жалеть о бездарно потраченных выходных? Смотрите в нашем сюжете. Это только в будни. Здесь тишина и покой. В выходные число желающих отправиться за Волгу напоминает по масштабу очередь мавзолей. И, как в любой очереди, здесь одновременно царят пессимизм и надежда. Я боюсь, что не хватит. Надбора ешь приезжать. За час, наверное, за полтора. Я пришла за 40 минут до отправления парохода. И мне уже не хватило билетов. То есть 8 часов билетов в кассе уже не было. Нам хватило билетов. Мы полшестого их взяли. Ничего себе. Полшестого. Вот чтобы сейчас уехать. Да. Заранее знали, что будет тяжело с билетами, поэтому взяли. В прошлый раз же не хватило. Да, в 7 часов уже не было. Отдых на Волжских берегах у самарцев популярен как никогда. Самарское речное пассажирское предприятие только в прошлом году перевезло больше миллиона человек. За несколько лет пассажиропоток увеличился в два раза. Самые загруженные маршруты до Рождественной и Ширяева. Но если вы все же попали в Волжскую Швейцарию, расслабляться не стоит. Билет обратно до Самары можно купить только на месте. И только за полчаса до отправления судна. То, что мероприятие это больше напоминает лотерею, где повезет не всем, предупреждает и красноречивая табличка на кассе в Ширяево. Пока эту практику в речпорте менять не собираются. Хоть и признают, что проблема есть. На наиболее напряженных маршрутах мы уже сейчас сталкиваемся с дефицитом провозной способности. Но имеем возможность выходить из этой ситуации, назначая дополнительные рейсы. В планах система электронной регистрации билетов. Но пока проблема решается не так стремительно, как растет пассажиропоток. Каждые выходные предприятие перевозит 10-15 тысяч человек. Для такого количества речного транспортного парка недостаточно. Альтернатива есть, но, прямо скажем, не дешевая. Водное такси. Ширяю 8 тысяч, пожалуйста. Сколько? 8 тысяч? Это еще дешево. Утренний скидок, обед будет 10. Ой, что, правда что-то? Да, серьезно. Ширяю 8 тысяч. А почему так, не знаете? Да, потому что цена такая, 8 тысяч. Блин, это дорого. Заработная плать. Чтобы отдых на Волжских берегах не превратился в разочарование, самарцам советуют заранее планировать путешествия и по возможности избегать поездок в пиковые часы. В субботу с 9 до 12 часов из Самары и начиная с 15 часов дня в воскресенье за городом. Олеся Корецкая, Станислав Левин, Константин Головин. События. Спецподразделения Росгвардии сегодня учились работать в условиях террористической угрозы. Чтобы задержать условного преступника и обезвредить подозрительный предмет, им потребовалось несколько минут. Марина Кравцова наблюдала за учениями. Неизвестный молодой человек с подозрительной сумкой пытается пройти в здание гимназии. Первое препятствие – охранник на входе. Вы куда? Директор. Директор. Документы. Мужчина пытается скрыться, но тревожная кнопка нажата. Это неподалеку от школы нарушителя задерживают сотрудники управления вневедомственной охраны. Прохожие в недоумении, но волноваться не о чем. Так проходит учение Росгвардии. Отрабатывают действия при возможной террористической угрозе. В школе условный террорист успел оставить сумку. На вахте подозрительная сумка красного цвета. Оставил неизвестный гражданин, вышел из гимназии. Блокируйте, вызываю сок. Принял. Людей из здания эвакуируют и в дело вступают спецподразделения Росгвардии. В считанные минуты на месте группы разминирования. Четвероногий сотрудник с величественной кличкой Король Солнца свое дело знает. Собака показывает в сумке взрывчатое вещество. Далее с подозрительным багажом будут работать саперы и взрывотехники. В зависимости от ситуации, то есть оценивается, что это за объект, то есть это какой-то реальный боеприпас, состоящий на вооружении или какая-то самоделка. В дальнейшем уже специалисты взрывотехники принимают решение либо уничтожать на месте, либо там применяются специальные средства разминирования. Сотрудники вне ведомственной охраны и спецподразделения Росгвардии сработали оперативно и слаженно. Все действия просчитаны до секунды. Такие учения в школах проводят перед началом каждого учебного года. Под защитой управления вне ведомственной охраны около 350 школ Самарской области. Остальные охраняют частные предприятия, которые тоже работают во взаимодействии с Росгвардией. Обеспечена охрана полностью. Вы видели, у нас есть тревожная кнопка. У нас расставлены камеры вай-фаевские по всей территории гимназии. В реальной жизни так же быстро и в полной готовности спецподразделения приезжают и по ложным телефонным звонкам о заминировании школ. И шутка ребенка затем грозит серьезным штрафом для родителей. Обратиться и к родителям. Скоро у нас в рамках антистеристической защищенности объектов образования и жизнеобеспечения начинается учебный год. Колоссальные службы, время и средства выходят на какие-то непонятные звонки. Я прошу очередной раз обратиться к своим детям, дабы не допускать таких шалостей. В этот раз на учениях отработали две вводные задержания нарушителя и работу по выявлению и обезвреживанию взрывчатых веществ. Даже в учебных условиях не возникло ни одной заминки и промаха. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Хэштег и никнейм на гаражах и стенах. Интернет-дилеры, продающие психотропные и наркотические вещества, придумывают все новые способы привлечения новых клиентов. Способ неприметный, но действенный. В Самаре с распространением запрещенных веществ борются не только оперативники, но и общественные советы, созданные по инициативе губернатора. Андрей Горгуленко убедился, что активисты вносят существенный вклад в эту борьбу. Это не вандализм и не конкурс граффити. Активисты общественного совета закрашивают интернет-ссылку на наркодилера. Такие надписи появляются в 32-м микрорайоне еженедельно. На гаражах и строениях общественники ссылки закрашивают своими силами. Если испачкан дом, то звонят в управляющие компании. Алексей Вячеславович, добрый день. Добрый день. Управляющий микрорайоном. Алексей Вячеславович, сейчас мы провели рейд по выявлению надписей, содержащих информацию о распространении наркотических и других веществ. К сожалению, на Ташкентской 176, подъезд номер 1, Торец дома. Есть три надписи. Примите, пожалуйста, срочные меры. Закрасьте их. Сегодня закрасьте. Хорошо, спасибо, всего доброго. У активистов совета наложен контакт со всеми структурами. Действуют быстро и слаженно. Заблокировали уже множество интернет-распространителей и обнаружили множество закладок психотропных веществ. Передаю эту информацию в отделы полиции, управляющим компаниям. И мы эти сайты закрашиваем, уничтожаем. То есть все эти надписи стараемся уничтожить. Но, к сожалению, да, к сожалению, еженедельно мы выявляем их либо по новым адресам, либо, опять же, на тех же адресах. Жители отмечают работу общественного совета заметно. На улицах стало меньше наркоманов. Ситуация исправляется. Сейчас выправляется. Совет микрорайона этому, значит, способствует, выявляет. И закладки, места этих закладок выявляет. И сайты зачеркивает, там, замазывает. Может быть, и это. Борьбу с распространением наркотиков общественники 32-го микрорайона не собираются останавливать. В первую очередь, чтобы обеспечить безопасность своих детей. Активисты не только закрашивают интернет-ссылки, но и расклеивают памятки с просьбой сообщать о подозрительных лицах. В общественном совете уверены, вместе им под силу справиться с проблемой. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Работы на склоне. В Самаре преображают откос у драмтеатра. Много лет его не ремонтировали, и грунт начал потихоньку сползать вниз, прямо на проезжую часть. А сам газон выглядел неаккуратно. Сейчас грунт укрепляют по специальной технологии. Как именно, расскажет Марина Матвейшина. Вместо привычного газона строительная сетка. Склон у драмтеатра ремонтируют по современной технологии. Сначала рабочие сняли 20 сантиметров старого грунта по всей поверхности откоса. Затем натянули сетку ячейки, которые заполняют новой землей. Сетка должна держать грунт и не давать ему просто сползти по склону. И только поверх нее будут растилать газонные рулоны с травой. Большая часть работы проводится вручную. Это связано со сложной формой откоса и с большим уклоном на данном участке. Техника не имеет возможности подъехать. И, соответственно, поэтому используется ручной труд. Чтобы трава на протяжении всего сезона оставалась свежей и сочной, рабочие смонтировали систему автополива. Общей протяженностью почти 2 километра. Раньше ее не было. Вместо этого газон поливали из шланга. Здесь был проложен сверхводопровод. Подключались шланги, подключались разбрызгиватели. Каждое утро сюда приносили и уносили. А в данный момент будет система автополива. Система автополива идет у подножья откоса и поверху откоса. С чем это связано? Чтобы весь рулон снизу и сверху, когда будет автополив работать, чтобы все охватывалось полностью. Тем более, там будет настроено так, что струя будет на 180 градусов поворачиваться. Вправо и влево, вправо и влево. Работы на склоне начались в прошлом году. Сейчас они подходят к завершению. Кроме высокого откоса, специалисты оформляют газон через дорогу. К концу лета откос должен быть готов полностью. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Экологический десант высадился в студенном овраге. Участники регионального отделения Общероссийского народного фронта наводят порядок на пляже. Лариса Шалафаст покажет, как это было. На уборку мусора на берег Волги вышли юные активисты народного фронта. Несколько мешков отходов собрали за считанные минуты. Организаторы говорят, долго уговаривать поработать никого не пришлось. Молодежь легка на подъем. Главное – это мотивация. Главное, что они видят, что нельзя мусорить. И рассказывают об этом своим друзьям. В генеральной уборке берега принимают участие еще экологи и представители садовых товариществ. В стороне не остался и общественный совет микрорайона. Предоставил весь необходимый инвентарь. Наш микрорайон постоянно проводит подобные акции. Естественно, на такие начинания всегда присоединяемся и поддерживаем. С водой прибывает огромное количество мусора всевозможного, который должен быть с берега ликвидирован. Студионный овраг и береговая линия Волги находятся неподалеку от строящегося стадиона «Самара-арена». Поэтому важно навести порядок, чтобы гости чемпионата мира по футболу увидели самарскую природу во всей красе. Одновременно мы составляем карту этой местности, для того, чтобы было понятно, где находятся родники, где можно, например, разбить бюак, поставить палатку. И я думаю, что сегодняшняя наша акция, мы отсюда начнем уже генеральную уборку всей Волжской территории. По плану волонтеры приведут в порядок больше 4 километров береговой линии. И это только начало. Дальше в планах передать эстафетную палочку всем районам города, чтобы общими силами провести масштабную уборку на всей территории Самары. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Романтики с железной дороги. В Самаре прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Монтер пути». За звание «Лучшего» приехали побороться участники из нескольких регионов страны. Подробнее в нашем сюжете. На железнодорожных путях кипит работа. За звание «Лучшего» соревнуются монтеры со всего региона. Судьи строго следят за временем, которое каждый тратит на замену элементов путей. Но особые требования к качеству, ведь именно от работы монтеров зависит безопасность движения поездов. Александр Виверман монтером пути трудится 9 лет, поэтому с конкурсным заданием справился быстро. Но не без запинок. Тут очень большая ответственность. Надо соблюдать все нормы и допуски, содержание, пути. Служить не было, я давно уже на железной дороге работаю. Просто мелкие недочеты какие-то, может, судьи увидели. Кроме практической части, все участники сдают теорию. Конкуренция большая. В региональный этап вышли 26 человек. Такой ажиотаж еще 5 лет назад было трудно представить, говорят организаторы конкурса. Профессия «Монтер путей» востребована как никогда. За последние несколько лет ситуация с нехваткой кадров рабочих профессий в регионе изменилась. Ситуация меняется. И в части поступления в вузы, и в колледжи набор увеличивается на технические специальности. Конкурсы как дополнительная мотивация. Пока с того, что может человек сделать, придя в эту профессию, насколько они разнообразны, насколько они интересны. За звание лучшего приехали побороться участники из Ульяновской, Пинденской областей, Республик, Татарстан и Мордовия. Победитель соревнований отправится на всероссийский этап, который пройдет осенью в Подмосковье. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Новые технологии в помощь пернатам. В Самарском зоопарке тестируют устройство, которое должно обезопасить ЛЭП. Хищные птицы часто используют эти конструкции как смотровую площадку, и это плохо для них заканчивается. Своим телом они замыкают ток и погибают. Марианна Мирная увидела изобретение, способное решить эту проблему. 10 миллионов редких краснокнижных птиц гибнет в России ежегодно от электрического тока. Чаще всего это крупные хищники, вороны, орлы, соколы. Опоры линии электропередач для них представляют угрозу, поэтому зоозащитники разрабатывают все новые конструкции для спасения жизни пернатых. Птица садится, трогает крылом, а не охота, неприятно, и улетает крылья. Крайне важно для птиц, им нужно для выживания. Она просто подлетает, садится, неудобно, улетает. К несчастью, передать неудачный опыт своим сородичам птицы не могут. Забота о пернатых ложится на плечи человека. Желтые металлические прутики с защитными насадками должны помешать птицам разместиться на опоре. В природе, когда птицы садятся на данные элементы линии электропередач, часто они гибнут от короткого замыкания, задевая за провода. Данная конструкция позволяет обезопасить их от короткого замыкания, от гибели. Крупные хищники используют лэп в качестве наблюдательных пунктов, в качестве подесадок. А врановые, они гибнут в силу своего любопытства. Такие высокоинтеллектуальные птицы, вот им все интересно залезть, разобрать, поковыряться, и они попадают под поражение электрического тока. Несколько месяцев устройство будут тестировать в зоопарке. Пока орлы только привыкают к новой установке в своем вольере. Орел-птица гордая и адаптивная. Псито-защитная экспериментальная конструкция установлена здесь не случайно. Именно орлы быстрее всех покажут результат. Если птице будет неудобно садиться на этот импровизированный лэп, то они будут установлены на территории Самарской области. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Чем ближе чемпионат мира по футболу, тем больше футболистов на улицах города. Правда, их форма из травы, а ноги из железа. В Самаре продолжают устанавливать топиарные фигуры. Всего их будет почти полсотни. Андрей Горгуленко помог установить несколько композиций. Шесть прочных арматур. Столько требуется для того, чтобы 50-килограммовые топиарные фигуры стойко переносили любой ветер и вес людей, которые облокачиваются на конструкцию для хорошей фотографии. Процесс установки весьма прост. Хватает всего четырех человек и одной кувалды. Приезжаем на объект, устанавливаем конструкцию, выбираем грунт верхний, чтобы арматура не виднелась, основание. Забиваем арматуру, крепим и закапываем обратно. Кладем газон на траву. Просты композиции в уходе. Искусственный газон неприхотлив и устойчив к любой погоде. А если требуется ремонт, фигуры легко демонтируются. Будем смотреть, как они себя будут чувствовать по метеусловиям. Вот, если, как говорится, будет требоваться необходимый ремонт, естественно, будем демонтировать. Мы их приводим за зиму в порядок, ремонтируем и на следующий год выставляем. Всего в городе к чемпионату мира по футболу устанавливают 44 фигуры. В основном мячи, бутсы, футболисты и матрешки, как символ русского колорита. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Самару отметят на гастрономической карте России. Проект федеральный. Он охватит самые вкусные места страны. Где находится рай для гурманов, будет определять специальная экспедиция. Она стартовала в начале августа, и ее маршрут пролегает через 9 регионов. В Самаре эксперты нашли немало интересного и вкусного, начиная от легендарного пенного напитка и хлеба и заканчивая экологически чистым волжским осетром. Акцент на уникальность и исторические традиции блюд. По итогам экспедиции составит интерактивную гастрономическую карту, которая будет доступна как российским, так и зарубежным туристам. Самара на ней займет почетное место. А для гостей в Самаре планируют приготовить пищу не только для желудка, но и для ума. Гурманов ждет и экскурсионная программа. Имеет смысл, наверное, выстроить именно гастрономические туры с привязкой к конкретному бренду, который будут включать как и производители, как будут включать и рестораны, располагающиеся на территории нашего города и региона. Мы будем еще предлагать экскурсионные маршруты, как на само производство, так и по территории города. Любителям настольных игр посвящается. Самарец создал необычную игру, собрал интересные факты о городе и соединил их в своем проекте. Капиталист – это игра по образу и подобию монополии, но с самарским характером. Как создавалась игра и в чем ее особенности, узнала Марина Матвейшина. Стать владельцем завода в газет пароходов и погрузиться в жизнь дореволюционной Самары играючи. Алексей Хромов изобрел способ. Придумал игру, которая отправляет на 100 лет назад. Она создана по образу всем известной монополии, но с самарским колоритом и местными объектами. Идея создать такую игру пришла в один из вечеров, когда Алексей с друзьями наращивали капиталы в монополии. Если взять одну карточку, допустим, гостиница Гранд Отель, тут есть три модификации, которые написаны. Это в принципе для галочки и на ход игры никак не влияет. Но, как интересный факт, допустим, то, что в этой гостинице была установлена подача электричества динамомашиной. Она была подключена не к общей электрической сети, а собственная динамомашина. И никакие передряги им на ход бизнеса не влияли. Ни одно событие в игре не случайно. Два месяца автор перелопачивал архивы, исторические книги и беседовал с экспертами. Но есть и доля выдумки. Например, хулиганы напали на игрока и отобрали часть денег. Но, с другой стороны, кто сказал, что такого в Самаре быть не могло? Вот, допустим, прототип как-то все образовывалось. Когда был уже готовый макет электронный, я распечатал черно-белую версию, разукрасил ее от руки, чтобы обозначить эти улочки. И потом уже в процессе я понял, что, допустим, не хватает вот здесь окошек для карточек. Поменять нужно местами какие-то угловые. Когда с макетом было решено, напечатали деньги – маленькие копии настоящих дореволюционных купюр. И появились игроки – пластмассовые капиталисты. А это самая первая фигурка – господин капиталист. Вместе со своим создателем он единственный из всех фигур прошелся по реальным улицам Самары и сфотографировался на фоне достопримечательностей. Сейчас Алексей продумывает, как сделать такие же игры с историей других городов. Тем более, друзья уже ждут продолжения. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Три золотые медали и две серебряные. Самарские спортсмены вернулись с урожаем наград с чемпионата России по академической гребле. Он проходил в Москве. В нем участвовали почти 400 гребцов со всей страны. Их принимали в областном министерстве спорта. Чемпионы – Максим Тилицын, который завоевал две золотые медали, и Александр Визовкин, а также их тренер Дмитрий Стрельцов получили благодарственные письма. Спортсмены вошли в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в США с 24 сентября по 2 октября. Положительный опыт участия в международных соревнованиях у них уже есть. Максим Тилицын в мае этого года впервые привез в Самару золото чемпионата Европы. Тогда российская четверка опередила итальянцев всего на 14 сотых секунды. Александр Визовкин в июле стал серебряным призером первенства мира среди юниоров. После чемпионата России им предстоит недельный отдых, после чего подготовка к мировому первенству. Это были самые заметные события недели. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Мы желаем вам приятных выходных, всего доброго и пусть дела идут в гору! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова